Амурским предпринимателям пришлось переплатить пенсионному фонду. В этом году многим бизнесменам назначили обязательные взносы в районе 140 тысяч рублей. Дело в том, что суммы начислены по максимальной ставке. Наша компания, как я уже говорю, занимается бухгалтерскими услугами. Из 40 индивидуальных предпринимателей письма получили 17 клиентов. То есть практически половина. Более того, люди, во-первых, разных возрастных категорий есть и по-разному реагируют. Известна проблема появилась, когда контроль взносов от внебюджетных фондов перешел налоговый. С 1 января этого года вступили в силу поправки в законе. Налоговые органы и пенсионный фонд должны были своевременно обменяться данными. Но этого не произошло. На сегодня сборы с предпринимателей приостановлены. До того, пока пенсионный фонд не произведет перерасчет. Ни один счет предпринимателей на сегодняшний день не заблокирован. То есть это сейчас находится на контроле. И я думаю, что мы постараемся избежать. Не то, что постараемся, как это будет сделано, чтобы этих вопросов не возникло. Сегодня у пенсионного фонда на учете 19 тысяч аморских предпринимателей. Проблема с начислениями возникла примерно у 10 тысяч бизнесменов. В ведомстве объяснили, в системе произошел технический сбой. Наверное, все-таки была техническая ошибка. Где произошел сбой, мы на сегодняшний день не говорим. Мы активно вели в 2016 году переписку. И налоговики нам говорили о том, что есть сложности с программным обеспечением, с передачей этих средних. Решать проблемы необходимо, поскольку развитие бизнеса сегодня важно не только для предпринимателей, но и для нашего региона в целом. От этого зависит привлекательность при Амуре для инвесторов. Создали рабочие группы на уровне муниципалитетов. У нас было заседание по концу года. И мы разработали муниципальный стандарт, куда включили 39 показателей. Я считаю, что это станет хорошим стимулом для глав. Ну и честно, я скажу следующее. У нас договоренность здесь с главами. Кто набирает последнее место, тот уходит с должности. По словам губернатора, в мае будет создан Центр по поддержке предпринимательства. На эти цели привлекут 2,5 миллиона рублей. Особенно малое предпринимательство. Это люди, которые заложили квартиры, взяли в долг, пытаются развить. И самое главное еще при этом обеспечить работой других людей, которые, к сожалению, наверное, не так преуспели в обычной жизни, в предпринимательской деятельности. А в том числе пришли на работу к малому предпринимательству, к среднему. Для того, чтобы кормить свою семью и жить в нашей стране, не уезжать. На территории Дальнего Востока планируют создать 10 тысяч новых рабочих мест среди малого и среднего предпринимательства. На поддержку бизнеса из федерального бюджета до 2019 года планируется потратить больше миллиарда рублей. В программе поддержки бизнесменов участвуют все 9 регионов, в том числе и Амурская область. Денис Свериденко, Павел Патолко, Первообластной.